девчонки всем привет недели я не выходила на связь потому что был отпуск ветрянка у нас закончилась я как-то под расслабилась в общем отдыхала по полной было много чтобы снимать я все новости расскажу своим вот а сейчас 7 марта я сейчас поеду поздравлять воспитателей забирать ребенка садика вот смотрю в зеркало и думаю как хорошо сочетается фиолетовая розовые тут тоже розовые прям даже я так не подбирала а так случайно получилось прикол то что у меня ноги тоже розовый и серый короче все сочетается вот воспитателем буду дарить рафаэла ну и нянечки то есть три рафаэл я купила вот я сегодня самого утра молодец тренировалась делать зефир но это уже вторая партия зефира первая партия у меня уже вот осталось только три штучки они такие двойные а сегодня я тренировалась делать вот такие розочки вот их немножко золотом сделала кандурина не знаю камер передает или нет то что они такие слегка золотистыми наверно наверно видно вот и вот вторая партия у меня вот такие тут у меня получается двойные вот двойные по высоте и тут вот одинарные в общем это из черной смородины буду делать еще две или три партии и как раз сниму видео вот так как я собираюсь дарить маме свекрови и свекровенной сестре тете то есть мы называем тете собираюсь дарить по коробке зефира вот так что вот так вот все вам расскажу покажу весь процесс приготовления на улице уже такая прям весна весна причем такие перепады температур утром было минус 15 представляете сейчас не знаю но явно какой-то небольшой плюс плюс один я думаю точно есть потому что лужи все тает вот я вышла с остановки иду сейчас сокращенными путями через дворы иду в садик вот такое солнышко светит такой райончик еще гляньте тут двухэтажные дома вот сейчас главное не навернуться и рядом вот есть такие девятиэтажки я очень люблю двухэтажные дома мне кажется они такие атмосферные там еще должны быть наверное высокие потолки и они как сказать такими вроде наверно большими комнатами но узкими коридорчиками но когда дом собирались покупать мы сначала не думали что мы будем дом покупать ой какое солнышко аж слепит вот гляньте какие дома вся улица таких домов двухэтажных старых старых в общем короче мы смотрели такие старый фонд такой где большие потолки вот смотрели где большие потолки большие комнаты но там такой минус там очень узкие длинные коридоры вот 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 у нас сейчас вся такая улица вот из таких домов старая улица туда в ту сторону тоже там трехэтажные дома вкусный пряничек забрала данечку все сегодня пораньше забирают в три часа сразу после полника полник с ужином совмещен у них но мой не успел покушать я зашла он уже это обувался мне он еще только обувался детки уже кушали поэтому нам воспитательница хотя бы дала пряник потому что он уже отказывался садиться кушать тогда не уж да и посмотри сюда камаз данюшка как раз он нормально идет далеко ему конечно он весь возюхался почувствую далеко конечно ему пешком так идти вот туда когда шли на остановку он немножко поднывал три раза на руки просился но я вот там чуть-чуть по пять метров понесла чуть-чуть иди сам еще конечно скользко тут еще ничего бывает где вообще полностью лёд сплошной а чупачок сам очень хорошо идет вот мы подходим к дому вот мы пришли домой помыли ручки да попили водички доедаем чупачок а сейчас пока мультик я ему включила чтобы показать вам как я буду делать зефир сейчас буду делать не смородиновый зефир а из яблочного пюре то есть белый будет зефир вот что нам понадобится вот такой вот ковшик с ручкой ну желательно с толстым дном но у меня обычными не с толстым дном 2 яйца пюре фрукта няни купил яблочное 250 грамм но нам понадобится только 200 глюкозный сироп и агар-агар 900 именно 900 это я на вал бересе купила потом сахар 270 грамм сейчас 50 грамм я уже вот сюда отложила еще отдельно 220 лимонная кислота соль так что еще ну кондительский мешок с насадкой вот лопаточка миксер обычный стандартный набор кондитерский я не веду это мешок с насадкой взбивать миксером обычным ручным вот все вот сейчас я вам буду показывать я просто вытаскиваю у меня погасло это будет так надо переделывать теперь погасли весы теперь нам надо просто 60 грамм белка в общем выключаю переключаю так все я опять у меня погасли весы я убрала желтки сюда в контакт с пакетиком что можно было потом использовать сделать например творожную запеканку так сейчас у меня тут почему-то вес 5 грамм надо 60 так 0 перелила белки 66 ничего не буду я больше отливать пойдет и так получится 66 грамм так и сюда нам надо добавить щепотку соли и лимонной кислоты нам надо так лимонной кислоты нам надо треть чайной ложечки пересыплю рукой неудобно честно половина рассыпется достаточно так лимонной кислоты ой у меня защипали руки обращать внимание на раковину только что мыл посуду и все этом осталось это после пути грязь какая-то так и значит дальше нам надо добавить 50 грамм глюк а человек говорю это мы отставляем это мы будем взбивать с вот этим вот сахаром 50 грамм вот отставляем сторонку теперь нам надо вот в этом вот ковшике все остальное набрать то что мы будем уваривать это будет 200 грамм пюре 50 грамм глюкозного сиропа 8 грамм агар-агара 220 грамм сахара и 80 грамм воды 80 грамм воды я уже налила обычная вода из-под крана мы все равно будем все уваривать так 50 грамм глюкозного сиропа ой как мне хочется сейчас чихнуть не получается прерваться извините потому что начала уже наливать сейчас 50 грамм глюкозного сиропа так 53 нормально так 220 грамм сахара так сейчас опять обнуляем весы 220 грамм 219 так 8 грамм агар-агара и 200 грамм пюре 200 грамм пюре в этой баночки 250 204 получилась 205 8 грамм пюре в этой баночке 200 грамм пюре в этой баночке 200 грамм пюре в этой баночке 205 802 13 ой 209 было это начали было 205 значит 213 да вот Так, и теперь задача нам вот эту вот массу уваривать 5 минут от кипения и одновременно взбивать белок, добавляя постепенно сахар. Вот, то есть, сейчас я буду левой рукой вот так взбивать, а это у меня будет стоять на огне. Обычный, сейчас я буду мешать, то есть я буду правой рукой вот эту вот массу все время мешать, а левой рукой я буду стоять вот так вот с миксером. Вот, и получается все это у меня будет происходить 5 минут. Вот, это вот с моим миксером у меня мощность небольшая, 300 ватт. Вот, нужно 5 минут от кипения, то есть, но взбивать я уже сейчас начну, потому что у меня долго будут взбиваться белки. Ну, кстати, уже начали там пузырьки появляться. Сейчас я положу, кстати, тарелочку, чтобы можно было ложку класть. Так, вот, сейчас я размешаю. Это у нас будет с вами такой сироп. Вот, делаю я по рецепту Юлии Смол, но много, очень много рецептов домашнего зефира. И я уже однажды как-то пробовала, и вот такой рецепт удачный, он самый простой из всех, какие я пересмотрела. То есть, не нужно отдельно уваривать там яблочное пюре, отдельно уваривать, потом отдельный сироп. То есть, это намного, потом это пюре же надо еще остужать. Ну, в общем, самый простой рецепт, ой, извините, самый простой рецепт и самый удачный вообще. Не нужно термометр иметь, на то, чтобы там до 105 градусов надо доводить вот эту массу. Вот, то есть, просто засекаем 5 минут от кипения. Вот, лучше подольше, если переживаете, что может не получиться, лучше подольше. И точно так же лучше подольше взбивать белки. Так что я уже сейчас начинаю. Сначала на небольшой скорости, у меня тройка. Сейчас они вспенятся, и я буду добавлять сахар. Пока что отключусь, покажу, что будет дальше получаться. На сахар будем добавлять 50 грамм, будем добавлять где-то в 4 дохода точно. То есть, вот я сейчас вот так взбиваю, добавляю в белки, чтобы они не взбивались, пока еще так жилье-то. А здесь начинает кипеть. Так, соль. Масса кипит, я ее все время помешиваю. Все, я уже сыпала, есть сахар. Прошло уже 3 минуты. прошло уже 5 минут 20 секунд и я выключаю теперь я убавляю скорость чуть поменьше на троечку по моему вот и вот сюда вот так вот работаю и вливаю этот сироп не получится показать может быть вот так вот получится вливаю сначала по чуть-чуть то есть вот прям только что теперь я выливаю сначала по чуть-чуть так вот я дальше продолжаю вливать вот я ввела весь сироп теперь я ставлю максимальная скорость и мне надо сбить эту массу того пока она не будет наматываться на венчик минуты две еще точно буду взбивать вот так вот вот так вот вот так вот ну и даже уже наверно минуту 3 я взбиваю вот такие как бы не сильно твердые но мягкие пики в общем уже надо быстренько сейчас отсаживать на мешок и быстро с этим работать потому что масса остывать если она стынет то она застынет перекладываю в мешок лопаточкой все таки пришлось взять штатив потому что как бы я вам показал как я саживаю зефир так начну вот ближе так первый кружок второй кружок не надавливаю масса такая мягкая так и отпускаю нажатие чуть-чуть надавливаю ой чуть не получился первый этаж так сказать второй этаж насадка это у меня на мне не очень нравится на такая как бы не завихряется как есть такие красивые насадки которые завихряются я свою завихрительную насадку потеряла мне кажется ее кто-то выкинул с мешком либо я сама не выкинул с мешком так вот такие красивые я когда вот это делаю я просто балдею вообще когда с кремом работаешь там с любым с крем чиз вот так из кондитерского мешка что-нибудь там шапочки для капкейков это просто я обожаю это делать смотришь на то какая красота получается и просто все у у тебя душа радуется вот масса у меня в мешке теплая надо делать все быстро я на всякий случай включил духовку на 50 градусов пока она работает чтобы если у меня начнет зефир застывать мешки я его положу духовку и он у меня там подрастает ну вот сейчас у меня кстати останется если зефир ой останется масса зефирная то я попробую сделать розочку и вам показать как я научилась тоже делать училась поведет я раньше умела я уже что-то такое дело из крема что ли я делала был так давно поэтому меня есть вот эта насадка для розочки у меня есть гвоздик так так еще наверно на ешь на на ешь это тоже вкусно это тоже крем держи тарелку иди вот сюда на лопатке закончился крем на лопатке крем закончился вот смотрите прошло буквально пять минут это уже настоящий зефир просто он еще мягкий но он уже стабилизировался вкусно да вот надо ему без рук есть вот так вот сейчас я ему сделаю две котлеты две котлетки мы пожарю и макароны сварю потом наелся всяких сладостей вот положил две котлетки поставлю воду на макароны себе я вот это приготовлю мексиканскую смесь она кстати безо всяких там без риса вот как раз более-менее диетическая так вот результат это то что даня обгрыз сверху я подожди данеж белые прям за два часа уже исахли еще погоди данеж но не высохли а как бы стабилизировались а это уже готовая коробка подарка специально спрятала чтобы даня не взял так хочу бай-бай да и так хочу бай-бай ну зачем смотри сзади тебя котик сидит сзади сзади с другой стороны дали вон им котик котик здесь да да не так хочу бай-бай спать хочу всем доброе утро данюш аккуратно мы уже тут улыбнись хоть дальний улыбнись собрали собрали подарок моей маме вот немножко коробка испачкал в смородине ну ничего страшного вот сейчас еще вот это вот немножко это и сделаем спичками краешки ленточки сейчас приедет папа как слазить отсюда и давайте сюда вот встрет папа и мы поедем за пиццей и отвезем как раз зефир моей маме вот всех с праздником 8 марта второй подарок тоже готов третий подарок буду делать сегодня у меня закончился все мои запасы размораживаю и размораживаю клубнику и буду получается из двух делать малина и клубника смешаю потому что у меня не хватит если отдельно малина спасибо спасибо вам поздравил молодец спасибо вот зеркало грязно вообще спасибо помогай маме том что подавал вещи том что подавал вещи я как включила камеру все перестал помогать началось хочет вам таскать штатив хочет телефон шатать что-то надо ему крутить тут ломать все уже охота вещи подавать пропала вот так вот это вот началось уже даня не шатай потерял ребенка а он вот залез в шкаф и обувать свои ботинки осенние купила я их на авито они новые были с белкой девушки ой дань но надо вот тут расстегнуть надо расстегнуть вот тут тогда ножка залезет давай опять как-то не замазить ног давай заново вытаскивай ножку давай заново гонил вот второй надо расстегивать с вал береса забрали книжку какую-то обучающую тоненькую у меня как а и 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 Субтитры делал DimaTorzok Идем, баюшки Пока мы спят, я сделаю еще одну порцию зефира, малиново-клубничного Субтитры делал DimaTorzok Вот что у меня получилось Продолжается сегодня третий день праздников Картошка жареная И еще я запекла в духовке вот такой вот рулет Насмотрелась тоже Ютуба, там девочка одна запекала рулетики Блинный рулет, а сверху бекон Бекон Сейчас я еще медом полила в конце Мамы, будет вкусно Сейчас поставлю, кстати, на побольше, чтобы прям подрумянилось Вот мой подарочек на 8 марта Не, скидывали Мамой всю кровь денежку Мы добавили и купили вот такие кроссовочки Вот, какие-то там Adidas Adidas, не Adidas, но очень удобные Даня, ты уже примеряешь, да? В общем, очень удобные Там целый магазин был кроссовок Даня, ну дай сказать Тише дай сказать Вот, а эти мы купили в Stepmart Stepmart магазин называется Вот, Беляш Кс-кс-кс Ой, извините За попу Беляша Вот, Дань, блин 4 300 они стоили За, там, скидка, типа, новым пользователям 300 рублей Ну, у меня уже была карточка Но я телефон с собой забыла Вот И, в общем, за 4 тысячи купили Вот Но еще были New Balance За 5 500 И были еще за скидкой за 4 Но вот эти самые удобные были Вот Они только стельчик у них вытаскиваются Все, у них что-то написано Конечно, это не настоящая Adidas Да, скидай Вот Шила в попе, шила поп В общем, вот такой у меня подарочек Ну, еще у меня цветочки муж подарил Вот Еще мы Купили мне платьишко Я на ВБ заказала Вот Ну, еще у меня вот этот вот мой Выложу, кстати, на YouTube Обзор был на аппарат для маникюра Ну, в общем, короче, я себе много чего накупила Всяких подарков Вот Свекрови подарила вот такую ночнушку Но только другого цвета Это я буду сдавать на ВБ Камера, кстати, не передает Она очень сильно бордовая Прям темно-бордового цвета Вот За 1100 и 1200 были там Я ей все-таки подарила леопардовую А эту я сдам Так как Ну, муж забрал все две С Валбериса Даня, да блин, ну я буду сдавать эту ночнушечку Вот И, в общем, дома я уже определилась Какого цвета Вот у нее такая спина красивая Еще у нее вот здесь вот такой вырез В общем, такая прям Красивенькая такая Как платьица ночнушечка Дома ходить модничать Вот Очень нежная такая трикотажная Ну, себе оставлять не буду Поэтому сдам Вот так вот Ужас, Данюш Вот, сейчас убирались пылесосили Тут вообще, думаю, было что-то с чем-то Вот И еще подарили Слекрови и тете подарили Мыльные букеты Ну, розы из мыла Вот Вот как уже прям подрастаяло все Но все равно Гора снега Но зато здесь уже нет льда Это очень радует Вот Не сняла, к сожалению, букет У меня закончилась память Когда мы поехали К родителям отмечать вчера Там какие-то девчонки Вон на горе снега играют Вот И Зефир я им подарила По коробочке зефира И тете еще подарила кофе Какой-то там премиум Эспрессо Там невозможно Какой-то Вкусный, хороший Ну, по крайней мере Запах был просто от него Бомбический Данюш Окна надо мыть Но говорят, что когда холодно мыть Окна не надо Поэтому Буду мыть позже Когда чуть-чуть потеплеет Вот здесь потом Цветочки не убрали Пойдем осенью Вот тут у нас Вся линия То ли забора Цветы такие Длинные Высокие Забыла Как называются На букву Г какие-то Вот Потом все Будем с вами сажать Все покажу вам Расскажу Вон девчонки Пошли гуляют Погода хорошая Мы дома сидим Сейчас будем кушать Неохота выходить В общем Вот так прошли Наши выходные Пишите в комментариях Как прошли Ваши выходные Всем Хорошего настроения Всем пока-пока До новых встреч В новых видео Будет очень приятно Если будете ставить лайки И подписываться Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok